Как отмечалось на совещании по приоритетным задачам увеличения использования возобновляемых источников энергии, состоявшимся под председательством президента 28 февраля этого года, в Бухаре, Джизаке, Кашкадаре, Новои, Самарканде и Сурхандаре запущено 9 крупных солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 1,6 гигаватта. Исходя из потребностей населения и отраслей экономики, в течение следующих трех лет будут введены в эксплуатацию 28 крупных солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 8 гигаватт. О том, какая работа ведется в данном направлении в Бухарской области, в материале далее. В регионе реализация 10 проектов общей стоимостью 4,4 млрд долларов и процессы на станциях мощностью 4,320 мегаватт идут по плану. Также в скором времени здесь будет осуществляться строительство трех ветряных электростанций, производящих дополнительно 2900 мегаватт альтернативной энергии. Еще один крупный проект, строительство которого было инициировано в ходе посещения президентом Бухарской области, возводится на площади 700 гектаров в 24 километрах от центра Аллатского района. Строительство солнечной и фотоэлектрической станции мощностью 250 мегаватт Нур-Бухара осуществляется совместно с ведущей компанией Объединенных Арабских Эмиратов МАЗДАР. После запуска будет повышена эффективность производства электроэнергии, которая покроет более 70% потребностей области. После договоренности о реализации этого проекта специалисты нашей компании приехали сюда и приступили к практической работе. Это не первый проект в вашей стране, который осуществляется совместно с нашей компанией, которая считается мировым лидером в строительстве солнечных фотоэлектрических станций. Лидер Узбекистана проявляет большой интерес в развитию зеленой энергетики, и мы рады, что президент оказывает нам большое доверие. Строительство этого проекта будет осуществляться в течение года. Также в ходе строительства мы планируем организовать обучающие курсы для повышения навыков и умений местного персонала. Что даст нам данная электростанция мощностью 250 мегаватт? Во-первых, будет сэкономлен большой объём энергии. Во-вторых, это будет способствовать привлечению большого потока инвестиций в регион. К тому же будет создано более 600 рабочих мест. Нельзя не упомянуть и об экономии природного газа. Сегодня электроэнергия, как и у нас, так и во всём мире стала необходимым ресурсом наравне с водой или воздухом. Как говорит глава нашего государства, для того, чтобы улучшить условия жизни населения, нужно уделять внимание вопросам экономии электроэнергии. К тому же крупные проекты, которые реализуются у нас в стране, сегодня невозможно представить без этого ценного ресурса. Уверен, что реализация данного проекта будет иметь положительное влияние не только на нашу Бухарскую область, но и на всю страну в целом. Станция Нурбухара станет четвёртым по величине альтернативным энерго-регенерирующим комплексом этой иностранной компании в нашей стране. Её запуск послужит, кроме покрытия потребностей региона в электроэнергии и создания тысячи новых рабочих мест, также и снижению воздействия углекислого газа на атмосферу.